Можно, да? Начинать. Значит, предыдущий доклад мой был посвящен нашим разработкам в области летотрепсии. Ударно-волновая терапия не ограничивается только летотрепсией. Во многих странах было проведено множество исследований по использованию ударно-волновой терапии и в ортопедии, и в кардиологии. И, собственно говоря, исследователи пришли вот к такому выводу, что если ударная волна с интенсивностью примерно раза в три ниже, чем необходимо для дробления камня, используется в ортопедии, то речь идет о улучшении функционального состояния по целому ряду ортопедических патологий. Так возникла система Ортоспек, которая используется сейчас практически во всех странах мира, в реабилитационных центрах, в ортопедических центрах, в центрах спортивной медицины. Но вопрос исследования воздействия ударных волн на ткань этим не завершился. Примерно в 2000 году были проведены первые исследования по использованию воздействия ударных волн малоинтенсивности на эндотелии миокарда. И результаты оказались очень и очень интересными. Вначале пытались определить оптимальный уровень энергии для разрушения атеросклеротической бляшки. На тот момент такой уровень энергии не был определен для абсолютно безопасного лечения. Но совершенно побочно обнаружилось, что ударная волна малоинтенсивности при воздействии на ткани миокарда вызывает целую цепочку биологических событий, переходящих в капиллярную ревоскулиризацию данной области. Появилась система Кардиоспек, которая сейчас достаточно широко используется многими кардиологическими центрами. И в России на сегодняшний день систем Кардиоспек установлено порядка 30. В Сибири кардиоспеки стоят в НИИ кардиологии в городе Кемерово, в НИИ кардиологии города Томска, в частном кардиологическом центре в городе Красноярске. Принцип работы достаточно интересен. Мы опустим те кадры, которые связаны с предыдущей презентацией. Но на что важно обратить внимание? Что ударные волны малоинтенсивности, если мы их сравним, например, с литтрепсией, то считается безопасный уровень литтрепсии, если давление в области лечения не превосходит 900 бар. При правильной работе, при давлении не превышающем 900 бар, повреждения паренхемы почки нет будет наблюдаться. При давлении примерно в 9-10 раз меньше, можно использовать ударную волну для воздействия в кардиологии, например, для развития ангиогенеза. Что происходит при воздействии ударных волн на талиальные стенки? Восвобождается вазоактивный агент, стимулируется активность синтаза нитрата азота, высвобождается фактор талиального роста сосудов, пролиферация PCNA, и дальше речь идет о ревоскулиризации на капиллярном уровне. В Израиле, в Японии, во многих европейских странах, и в особенности в России проведены фундаментальные исследования по использованию системы кардиоспек при лечении обратимой ишемии, при лечении хронической сердечной недостаточности. Если посмотреть на снимок среза верхушки апекса при обратимой ишемии, то при проведении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии видно, что при обратимой ишемии определенная часть сердца недостаточно снабжается, недостаточная перфузия, и после проведения курса лечения мы видим совершенно иную картину. Сопутствующие факты, которые позволили нам эту систему развить серьезно в кардиологии, это прежде всего улучшение фракции выброса, это прежде всего улучшение сократимости и субъективное состояние пациента. Но это все имеет достаточно отдаленное отношение к нашей сегодняшней встрече. Почему андрология? Да потому что буквально 3-4 года назад израильские урологи, в частности, это был первый, это был профессор Варди из Центра урологии и нейрологии больницы Рамбам-Хайфи, был одним из первых, который по рекомендации наших исследователей решил использовать ударные волны такого же уровня интенсивности, как и в кардиологии, для лечения эректильной дисфункции воскологенного типа. Был создан прототип, и результаты оказались очень интересными. Это аппарат, который является, с помощью которого, этот аппарат называется ED1000, с помощью которого происходит лечение пациентов. Аппарат весьма прост в эксплуатации, не требует особых, особых требований помещения в принципе нет, это стопроцентно аблаторное лечение. Ударные волны фокусируются непосредственно на стволе пениса и в двух точках у основания пениса, то есть там, в принципе, где есть проблемы с кавернозными телами. Исследование профессора Варди в Хайфе, первое пилотное исследование, заключалось в следующем. Были подобраны 20 пациентов, у которых эректильная дисфункция продолжалась не менее 6 месяцев, которые в большинстве случаев не достигали эрекции без использования ингибиторов фосфодиэстераза. Был проверен индекс уровня эректильной дисфункции по выборке по 5 пунктам. Он был от 6 до 20. У всех пациентов должна была быть именно сосудистая причина дисфункции и стабильное гидросексуальное отношение в течение не менее 3 месяцев. Критерии исключения этой простокотомии в анамнезе для того исследования, любая невоскулярная причина возникновения эректильной дисфункции, любые психиатрические анатомические аномалии, повреждения спинного мозга, нестабильное медицинское состояние, клинически значимые хронические гематологические заболевания, сердечно-сосудистые состояния, препятствующие сексуальной активности, инфаркт либо опасный уровень аритмии за предшествующие 6 месяцев, рак в течение последних 5 лет, антиандрогены, оральные или инъекционные андрогены, любая терапия эректильной дисфункции, в том числе с использованием ингибаторов в течение 7 дней, предшествующих отбору для лечения Д-1000. То есть условие было такое, что пациент прекращает принимать ингибиторы во время лечения для того, чтобы проверить, как воздействует ударная волна в данную группу. Значит, ударные волны направлялись у всех 20 пациентов в 5 анатомических зон в область пениса и кавернозной ткани. 300 импульсов на каждую анатомическую зону. Кому интересны физические параметры, плотность энергии составляла 0,09 милиджоли на миллиметр квадратный. Нужно отметить, что уровень энергии здесь таков, что в отличие от той же литрепсии, пациент вообще не чувствует воздействия ударных волн. То есть это 100% амбулаторная процедура, где пациент просто приходит, снимает брюки, ложится на пушетку, даже не снимая рубашки, как это указано на постере растяжки. В буквальном смысле слова врач проводит лечение, пациент одевается и уходит. Нам сейчас отработана методика, которая включает в себя 12 сеансов. Первые 3 недели 6 сеансов, 3 недели перерыв, и потом 7, 8, 9 недели 6 сеансов. Продолжительность каждого сеанса примерно 20 минут. Критерии оценки – это все те, которые разработаны были компанией Pfizer для оценки эффективности воздействия ВИЛАГРА. Это международный индекс эректильной дисфункции, это всевозможные опросники, индекс твердости и так далее. Критерии оценки были проведены до начала исследования, перед 7 неделей, и критерии оценки после окончания курса. После окончания курса индекс эректильной дисфункции измерялся у пациентов, которые рапортовали об улучшении состояния через 6 месяцев, через 12 месяцев и через 24 месяца после завершения курса лечения. Средний возраст пациентов, который прошел лечение – 56 лет плюс-минус 10, и средняя продолжительность эректильной дисфункции – 35 месяцев. И здесь мы можем видеть ситуацию до лечения и 6 месяцев после завершения курса. То есть, в принципе, по данной таблице, которая была проведена в центре РАМВАМ, мы видим, что в среднем существенное улучшение обнаруживается более чем у 70% пролеченных пациентов. То есть, примерно 70% пациентов, прошедших курс лечения, при правильной подборке, отказались от использования ингибиторов фосфодиэстераза для достижения реакции с соответствующей статистической значимой. Что характерно, что эти же пациенты через 6, 12, 24 месяца показали достаточно стойкое улучшение. Оговорюсь, были случаи, после этого, когда пациентам через полгода, через год ревелся дополнительный курс. Но, тем не менее, и они показывали, и демонстрировали улучшение функционального состояния. То есть, у 14 из 20 пациентов улучшение было более чем на 5 баллов, у 7 из 20 пациентов было улучшение более чем на 10 баллов. Вопросник о качестве эрекции. И вопросник, значит, всегда пытаемся найти при лечении эректильной дисфункции, какие-то критерии, которые являются объективными. Потому что все вопросники, включающие индекс международный, это все-таки субъективные вещи, которые определяют самим пациентом. Здесь есть такой фактор, который используется в центре рамбом. Он, собственно говоря, известен, но достаточно сложен для проведения измерения. Это давление, посредственное кровотоком. Оно измеряется в предплечье, и оно измеряется в области основания пениса. До лечения и после. Обнаружено, что после лечения давление, посредственное кровотоком, в предплечье практически не изменилось, а давление в области пениса, кровяное, посредственное кровотоком, существенно изменилось и увеличилось. Здесь можно наблюдать графики соответствующих таблиц. За пилотным исследованием 20 пациентов, реагирующих на ингибиторы фосфодиэстераза, последовало двойное рандомизированное плацебо-исследование у 60 пациентов. Это было исследование многоцентровое. В него было помимо центра РАМБАМ вовлечено еще несколько центров в Европе. И, в общем-то, исследование показало четкую составляющую эффективности лечения. Группа плацебо-исследования была 2 к 1. Состояние между реальным лечением и группой плацебо. И здесь мы видим опять-таки, что существенно улучшилась группа реально патологичных пациентов по сравнению с группой плацебо, результат которых красный столбец практически не изменился. Далее была подобрана группа пациентов, для лечения у которых эректильная дисфункция столь сильна, что они не чувствительны к воздействию ингибиторов. Примерно половина этих пациентов после прохождения курса лечения с использованием ингибиторов стали достигать реакции. С использованием ингибиторов. Задача данного исследования изучить эффективность и переносимость ударно-волновой терапии при лечении эректильной дисфункции у вас кулагенных пациентов. Все пациенты перенесли курс лечения нормально. Никаких осложнений либо побочных эффектов не наблюдалось. Отдаленные результаты полгода, год и два года продемонстрировали существенное улучшение эректильной функции у пациентов. И возвращаясь немножко в начало этой презентации, несмотря на то, что мы дошли уже до завершения, хочу сказать еще несколько слов о использовании ударно-волновой терапии и в других областях медицины. Собственно, исследования, которые были проведены в разных странах, сейчас здесь мы демонстрируем гистологию ткани, сделанную в центре доктора Ванга в Тайване, о весьма эффективном лечении диабетической ангиопатии. Собственно говоря, и ортопедия, и диабетическая ангиопатия это по большому счету просто другие немножко параметры энергии, которые необходимы, но прибор легко может быть к ним адаптирован, то есть просто на прибор устанавливается дополнительная лицензия и поставляются, скажем, к нему аппликаторы, с помощью которых можно лечить не только эректильную дисфункцию, но и заданными параметрами, с помощью которых можно делать какие-то манипуляции по ортопедии и попробовать, например, какие-то делать вещи с диабетической стопой. Сразу говорю, что исследования серьезные именно наша компания по лечению диабетической стопы пока не проводила, но есть другие компании, занимающиеся производством ударно-волновой техники, достаточно широко эти исследования проводились, и даже были попытки получения FDA в Соединенных Штатах. Вот эти попытки продолжаются, и это направление весьма перспективное и интересное, самое главное эффективное. У меня все. Спасибо. Спасибо.